Торнадо Энерджи. Это шквал энергии, ураган эмоций и настоящий пихарь из 11 невероятных вкуса. Торнадо Энерджи. Мощный заряд энергии. Здарова всем, ребят. Всё ближе и ближе месяц сентябрь. А это месяц, когда каждому из тех, кто играет в СНГ регионе, придётся сделать свой выбор. Остаться в РУ-БАЙ-регионе вместе с Лестой или уйти на европейские серверы за варгеймингом. Притом, уже начали проходить опросы среди танковой аудитории. И давайте я вас с ними немножечко ознакомлю. Итак, группа ВотЭкспресс провела опрос у себя. Выборка почти 33 тысячи человек. Это самая большая выборка из сегодняшнего будет обзора. И как вы видите, почти 81% проголосовавших решили, что останутся с Лестой. Чуть больше 8% решили уйти на евро. Ну и не определились порядка 11%. В целом, я думаю, примерно такие расклады и будут по переходу онлайна с одних кластеров на другие. Моя же голосовалка слегка отличалась, но порядок цифр здесь плюс-минус такой же. Цифры, кстати, как я и называл, 70% примерно собираются остаться с Лестой. Уже 14% уйти на евро. 7% удалить танки. И 10% еще не определились в своем решении. Ну, время еще есть, как говорится. К тому же, один раз можно даже откатить и передумать. То есть вернуться обратно. Ну и наконец, у Джова оказались самые преданные зрители Лесты. 86% собираются остаться в Ру-регионе с Лестой и 14% уйти в Европу. Давайте посмотрим, о чем нам говорят эти цифры. Даже если брать самый оптимистичный прогноз, там 14-15% переходящих на европейские серваки, с учетом того, что европейских серваков будет 2, и они будут отделены друг от друга тысячами километров, соответственно, играть они между собой тоже не будут, потому что, ну, пинг будет нереальный. Вот, соответственно, игроки, которые уйдут на Европу, они будут сидеть на одном конкретном сервере. При 14% от сегодняшнего онлайна, это, ну, в лучшем случае, порядка 30 тысяч будет онлайн на этих двух серваках. При этом он будет неравномерный, и нового притока игроков туда не будет. Ну, если евро, те, кто перешли на евро, собираются создать новый аккаунт, они будут уже на настоящих евроаккаунтах создавать себе аккаунт. На этих вряд ли. Соответственно, онлайн на этих серваках со временем будет только падать, падать и падать. Пустят ли разработчики потом этих игроков на основные сервера евро, это пока что, как говорится, неизвестно. А пока что эти серваки будут играть только между собой. Ну и, в общем-то, с учетом всего этого, картина вырисовывается для тех, кому будет необходимо перейти на евро. Я не говорю, они захотят, да, у многих там выбора просто нет особо. Ну, например, там, по пингу им не очень. Ну, в общем, для них не очень хорошая ситуация. Получается, многие из них, скорее всего, в конечном итоге забросят танки. Что меня лично печалит, потому что каждый из них это мой зритель, мой подписчик. А мы, знаете ли, подписчиками разбрасываться не привыкли. Что печально, но, как говорится, тут уже я могу только вам анализы всякие приводить, показывать, рассказывать, а выбор всегда остается за вами. Но мы переходим к следующим новостям. Их сегодня много, и они, думаю, будут для вас интересны. Уже назначен официальный релиз патча 1.18. Он выйдет в ночь с 30 на 31 августа. Ну, то есть 31 августа утром ждите новые модики. И, соответственно, не забудьте обновить клиент и модпак про танки. И вместе с выходом обновления 1.18 также закончится и текущий боевой пропуск. Если вы не выберете вручную награды, которые вам нужны, они будут начислены вам в любом случае автоматически в соответствии с той нацией, которой боевые награды были. Ну, например, там, если вы проходили ветку по Е100, соответственно, будут немецкие награды, чертежи, бланки приказов. И вот это вот все, что там положено. Вот, соответственно, вручную я рекомендую выбирать чертежи Италии. Ну, и на прокачку экипажа тоже итальянцев, потому что вместе с выходом патча 1.18 я напомню, что в игру добавится новая ветка достаточно сильных и интересных ПТ-шек. Это итальянские ПТ-шки. Начнутся они с пятого уровня. Вы уже прямо сейчас можете взять П26-40 и набивать на нем 12,5 тысяч опыта. Именно столько нужно, чтобы перейти на следующую машину в этой ветке. При этом, чтобы вам было еще интереснее про итальянские ПТ-шки, топов 9-го и 10-го уровня у них внезапно вчера выкатили обновление, где им изменили характеристики. Что касается 9-го уровня, то для обоих пушек разброс от движения был улучшен, то есть стабилизация у ПТ-шек стала лучше. Единственное, что у топового орудия 9-го левела бронепробитие стандартным бронебойным снарядом снизили с 255 до 250 мм, что не очень много, но тем не менее это понижение пробивной способности. На стандартных снарядах, на голдовых, все осталось как было. Что касается барабанщика на 5 снарядов на 10-м уровне, который мне Минотавра очень понравился, у него также улучшили стабилизацию от движения на его топовой пушке, а кроме того, бронепробитие стандартным бронебойным снарядом улучшили с 255 мм до 265 мм. Это уже на 10 мм больше, чем было. Правда, за это у кумулятивного снаряда срезали 15 мм пробития с 345 до 330. Таким образом, получилось, что те, кто играют на ББшках, получили ап, а для тех, кто предпочитает исключительно кумулятивный геймплей, у тех бронепробитие снизилось. Также скорость вперед была изменена с 36 на 30 км в час. То есть, ну, я считаю, что это такой интересный ребаланс получился у ПТ-шек. Мы где-то их подтянули, где-то понерфили, но чистым нерфом это назвать нельзя было. Б. Я вообще думал, что будет нерв более существенный, потому что на тесте ПТ-хи показали себя очень сильными, с очень сильной лобовой броней, как в корпусе, так и в башне. У них башня, хоть и не 360 поворачивается, но все-таки башня. Уязвимых зон практически даже на башне не присутствует, легковыцеливаемых, поэтому ПТ-хи, я думаю, будут пользоваться популярностью в рандоме. Выглядит достаточно интересно и вкусно. Также я, ребят, напомню вам, особенно тем, кто собирается вернуться после лета в игру, что у разработчиков тут в планах очень вкусная для многих танкистов фишка это то, что они планируют уменьшить количество арты в боях. То есть, по заверениям разработчиков, балансировщик будет перенастроен таким образом, чтобы в боях мы с вами видели либо вообще отсутствие артиллерий, либо одну артиллерию, в самом худшем случае две артиллерии, и самые-самые-самые такие вот редкие бои будут все-таки с тремя артами. Три арты не отменяют, но количество таких боев в патч 1.18 должно стать значительно меньше. Я на тесте катал, вообще арты не видел, но это тест. Тест, конечно, он отражает действительность, но еще не в полной мере. Поэтому, когда выйдет на основу, посмотрим, как это будет в полной мере играться. Я также напомню, что на команду будет не больше одного колесника, и если в вашей команде есть колесник, то и в команде противника всегда будет колесник. То есть колесник теперь балансится исключительно колесником. Что тоже интересное изменение. Ну и 35 танков ребалансят, краны нерфят, млешку апают, американских тяжей ребалансят, но в основном апают, кроме Т-29 Чебурашки. Так что куча танков меняет свои характеристики. Это все надо будет покатать, посмотреть, потестить. Но, как говорится, патч 1.18 выглядит достаточно большим и обширным. К слову, как только выйдет патч 1.18, я вам уже сказал, что старый боевой пропуск прекратит работу, а новый боевой пропуск как раз таки должен включиться и заработать. Какие же будут три новые ветки? Пока что это не официальная информация, но источник, который эту информацию слил, достаточно надежен. Причем ветки там будут также на выбор, и они достаточно все интересные. Французский ЛТ 10 уровня, ну и соответственно вся ветка к нему. Это будет АМХ-13-105 французский. Причем это впервые ЛТ-шка будет в боевом пропуске. 60ТП Ливандовского. Тоже ветку можно будет качать со скидками. Ну и Рога МОД-65. Ваша любимая Рога. Нагибатор с системой дозарядки. Также сможете выбрать и выполнять на ней дополнительные боевые задачи. Ну и если этой ветки у вас нету, то прокачать ее быстрее и со скидкой. Также, ребят, заканчивается у нас Адепто Сараритас. Очередной прайм-набор. Осталось буквально вот два дня с момента выхода этого ролика. Поэтому, если у вас еще нет, поторопитесь. На сайте про Танки ТВ есть ссылка. Там, где можно активировать и подключить себе этот пакет. А новый пакет уже известен. Он будет в стиле вестерна сделан. Будет уникальный командир. Он же Стрелок, да? Соответственно, будут танки на выбор. Это 50ТП прототип на 10 дней. Супер Першинг на 10 дней. Центурион МК-5 1рак. ИС-2М. Ну, и также боевые задачи на ИС-5 опыта. И снаряжение для нации США в виде пяти ящиков колы. Вот такой вот набор. Подробнее о нем расскажу позже. Когда он появится. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пока-пока.